приветствую вас давайте разберем ваш вопрос общаясь с парнем 4 месяца из некоторых встречаемся вчера она объявилась что куча дел учеба в том числе с работы да и какие-то личные дела хотя я тоже учился работой но не говорил о том что не смогу найти время на встречу он сказал также что наверное видеться не будет я его спросил и как решить эту проблему он сказал что не знает я его спросила хочет ли он быть со мной он сказал что видимо нет а до этого с его стороны было столько признаний в любви и обещаний что вчера он сказал что и правда не скучал и не любил а лично проводил время с тем человеком который делал его счастливым то есть со мной и удалил тут же из друзей и отписался в инстаграм я ему предложил встречу он сказал что не хочет и написал пока я его позвал в гости написала что кидаешь в меня как ненужную вещь он в ответ мол глупенько я тебя люблю завтра приеду но твоя мама будет рада меня видеть я написала да и он написал себе забыла то что наговорил и это зеркальная противоположность действительности после этого спокойной ночи ему пожелала в ответ ничего теперь не знаю как выйти а походу в этой переписке унижалась но нравится мне меня в этой ситуации беспокоит то что я унизила вчера перед человеком который сначала написал что в обществе не любил и не скучал со мне а потом после того как уговорила прийти бы в гости общаться вживую снова полюбилась сказал себе забыла все то что наговорил не знаю как мне быть стоит ли ему верить ника ника ваш вопрос не буду этого скрывать максимально получился скомканный к большому сожалению из-за чего есть как мне кажется и это то чего я большая вероятность неправильно вас поняла вы мало встречаетесь друг с другом и только узнаете друг друга и соответственно конечно же могут быть определенные казусы ну по типу вот тех что вы описываете то есть это вот такие моменты где молодой человек будет вести себя несколько не так как вам допустим этого бы хотелось и на мой взгляд основное что здесь является проблематикой как мне кажется это то что вы как будто бы себе не доверяете и как будто бы вы чересчур в нем нуждаетесь первое и второе заключается в том что почему то проявить чувство для вас есть унижение я думаю что это связано скорее всего с тем что то что вы чувствуете не направлено на мужчину в прямом смысле этого слова а то что вы чувствуете направлено скорее на вас больше что не столько вот но мужчина является предметом вашего желания делать его счастливым например сколько мужчина является тем кто вам нужен как мне кажется и вот если я в этом смысле прав если я в этом смысле прав то именно поэтому вам и чувствуется что вы унизились потому что вы поставили себя в зависимость от него да вот вы продемонстрировали то что вы в нем нуждаетесь а он как бы вас ну вот в этом смысле получается оттолкнул вот и ту фрустрацию которую вы чувствуете вы называете унижением да вот но важно понимать как мне кажется важно понимать что то что вы описываете это не унижение а фрустрацию или говоря что это значит что это значит что когда и если человек выражает свои чувства другому человеку но при этом эти чувства направлены на собственно человека то есть я тебя люблю люблю и хочу сделать тебя счастливым никакого унижения в этом нет человек это делает и ощущение наоборот своего своего роста психологического роста но когда человек говорит я тебя люблю в том контексте что ты мне нужен я без тебя не могу здесь на самом деле на самом деле происходит как бы психологическое уменьшение человека но проблема здесь не в мужчине а в том что вы не можете на себя опереться встречаясь с мужчиной вы не можете на себя опереться встречаясь с мужчиной вы опираетесь как бы в большей степени на него а не на себя и собственно говоря это и является как мне кажется основной проблемой соответственно именно с этого момента именно вот с этих аспектах я бы и предложил вам начинать ну как бы исследование да исследование своих отношений как вы выстраиваете отношения с мужчиной что между вами общего и так далее хочется обратить еще внимание вот на что мама на маму хочется обратить внимание не очень я понял каким образом замешана ваша мама в отношениях с ним почему мама должна быть рада или наоборот не рада видеть вашего молодого человека это же ваш молодой человек не видел то есть такое ощущение возникает как будто бы вы не выстроить не выстроили личные границы со своей мамой или живете с ней то есть можно вести речь о том что не произошла сепарация психологическая то есть отделение вас от мам то есть вы как бы до сих пор вот в этом смысле может быть зависеть и от мамы в том числе тоже если это так то вполне вероятно что именно мама так скажем оказывает вот такое действие на вас можно сказать что мешает что мешает так вот строить отношения но не мешает в прямом смысле этого слова в прямом смысле этого слова не мешает конечно то есть она не физически вам мешает в этом смысле но как то вот из-за того что вы сам из-за того что вы ну в каком то смысле вынуждены еще и быть дочерью да вам конечно сложно настраивать отношения с молодой человеком еще хочется обратить внимание на то что вы как будто бы не уверены в себе то есть вы как будто бы позиционируете себя как ту самую ненужную вещь то есть вы допускаете что что вас можно воспринимать именно как ненужную вещь то есть отношения для вас получается это способ доказать что вы нужны но я бы сказал что если это так если это так на самом деле то конечно вы выбрали далеко не лучший способ потому что отношения нельзя использовать для доказательства чего то отношения это просто отношения в которых люди просто как бы реализуют то что им важно реализуют то что они не хотят а не пытаются что-то доказать вот знаете ну и последнее наверное в этом ключе что я хотел бы сказать это то что за три месяца именно общение ну наверное можно говорить о влюбленности можно говорить о влюбленности но не о любви с учетом того как позиционирует себя ваш молодой человек то есть имеется ввиду его его личность понимаете поэтому я бы сказал здесь что на мой взгляд слишком много внимания вы уделяете любишь не любишь то есть это вам именно важно любят ли вас в данном случае а не то любите ли вы человека понимаете какая здесь штука и вот это очень важный аспект что касается мужчины то он вполне мог просто испугаться серьезности отношений с вами но при этом действительно нужно нуждаться нуждаться в вас если у вас заниженная самооценка ну то есть если вы к примеру вот как то чувствуете зависимость от человека если вы чувствуете что нуждаетесь в нем если вы чувствуете что можете без него если вас волнует такая история что вы там боитесь быть унижены как вы говорите и так далее то в этом случае конечно я бы сказал что хорошего ждать не приходится вот потому что отношения выстраиваются несколько в деструктивном деструктивном ключе вот и соответственно мужчина чувствует давление на себя с вашей стороны мужчина чувствует как вы от него можете что-то требовать вот и его это может напрягать почему он решил выйти из отношений с вами ну а может быть просто его чувства к вам были идеализации то есть когда человек путает любовь и влюбленность влюбленность проходит любовь остается ну опять же у вас в данном случае еще должен быть букет на концертный период вот а судя по тому что вы описываете как то его вроде бы нет это тоже несколько настораживает вот еще что я хотел бы сказать это то что как то вот вы когда говорите о проблемах ну то есть например вы говорите что вот проблема такая что мы не будем видеться вот а вы как будто бы всю ответственность прикладываете на человека вы пишете как решать эту проблему я его спросила но почему то не предложила свой вариант почему такое ощущение что здесь вы как будто бы уже готовы к тому что вы не нужны человеку я конечно понимаю как это выглядит да я понимаю что может быть я не брать вот но тем не менее вы не что называется делаете свой вклад а спрашиваете его хотя именно от него исходит инициатива не встречаться то есть как бы здесь вы не провоцировали мужчину вот следующий момент на который я хотел бы обратить ваше внимание заключается в том из чего состоит ваша потребность в нем вот вы говорите мне он нравится хорошо хорошо попробуйте немножечко раскрыть этот аспект нравится как нравится чем нравится что то быть может вам нравится не столько он сам сколько ваше состояние с ним согласитесь это не одно и то же согласитесь это немножко разные вещи когда мне нравится не человек а состояние с ним принципиально иного рода выстраиваются отношения да поэтому я и хотел чтобы вы обратили на это внимание вот чтобы вы задались вопросом мне человек ну как бы интересный мне человек нравится или все таки мое состояние мне нравится понимаете вот поэтому будут эти вещи не нельзя это принципиально ну принципиальная разница скажем так в том что вы описываете принципиальное значение здесь имеет место быть в углуб как-то так дальше обратим внимание к вашему вопросу не знаю как мне быть и стоит ли верить ему ну стоит ему верить если нету вам не подскажет никто потому что прям как бы вашего молодого человека мы не знаем совершенно точно потому что мы не знаем что ему верить или нет а вот присмотреться к себе научиться прислушиваться к себе это то что мы помочь вполне себе так скажем в силах если конечно если вы нам позволите это сделать я имею в виду сейчас что если вы позволите разрешить себе заняться психотерапией так скажем то есть если вы занимаетесь психотерапией допустим то ситуация конечно может как-то улучшиться вот и вы сможете как как бы с человеком найти какой-то общий язык то есть отношение будет гармонизировать вот а пока что пока что ну я бы сказал что наверное вы находитесь вот в таком сейчас состоянии в такой сейчас позиции когда вы действительно можете только уничтаться потому что вы не разграничиваете то что то что вам хочется например для то что вам хочется например для себя к примеру и то что вам хочется для мужчины это все же немножко раз я хочу это подчеркнуть это не одно и то и то же и ваше ощущение то что вы себя ну вот чувствуете униженной то что вы чувствуете себя ну то что вы чувствуете что униженной это как раз таки продан данный аспект да и лучшим способом выйти из этого состояния это научиться разграничивать да и посмотреть а я люблю как бы а ну я люблю человека или я люблю больше свое например состояние это не не одно и то же понимаете когда я люблю эээ человека и когда я люблю то как я себя чувствую то это очень разные вещи если вы готовы разбираться если вы готовы исследовать это если вы готовы как то вот ну гармонизировать да отношения свои с ним например допустим то в этом случае в этом смысле мы с радостью вам поможем в этом смысле мы с радостью окажем необходимую помощь и я думаю что проблема будет решена вот конечно 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 отдельно внимание заслуживает то как эта проблема будет решена потому что не всегда ну психотерапия приводит к тому что ну отношения сохраняются да вот очень часто часто очень часто бывает так что люди все же расстаются очень часто бывает так что ну как бы терапия приводит к тому что люди как-то понимают что вместо они больше ну например быть не хотят да вот такое бывает поэтому тут вот еще многое зависит от того что готовы ли вы к такому повороту сюжета что вы придете к осознанию что человек вам особо не нужен да вот зачастую то что вы описываете да описываете вы по большому счету зависимость да то есть как бы ну вот вы описываете что зависимость по сути сначала к сожалению да вот вот зачастую когда зависимость снижается очень быстро происходит и обесценивание партнера вот и понимание что все а вы думаете бояться вот и здесь довольно часто бывает такая история что человек как бы из терапии выходит потому что ему становится страшно ему кажется что он психолог например как-то двигает человека к расставанию хотя на самом деле никто никого никуда никуда не двигает просто это естественным образом возникает что именно естественным образом возникает то что появляется мысль о возможном повторюсь только возможном эм расставание вот то есть я допускаю что может быть с ним расставание я допускаю что мне он не принадлежит ну имеется ввиду мужчина мне не принадлежит а вы сейчас к сожалению ну вот ведете себя себя больше именно с позиции человека который не может допустить что с ним расстануть вот понимаете какой здесь неприятный на мой взгляд есть момент и вот то что вы этого не принимаете кратократки и делает вас ну зависимы потому что а прими вы ну прими вы просто такую вот ну вероятность скажем так вам было бы легче находиться в этой ситуации но здесь большую роль играет в целом ваше окружение что я имею ввиду я имею ввиду что если вы находитесь в отношениях с нами например которых которая не дает вам например как там возможность сепарироваться допустим да или в которой вы не можете сепарироваться допустим это не так сейчас важно то конечно в этом случае можно говорить об этом что вы будете цепляться до своего молодого человека потому что для вас это будет по сути ну по сути единственный способ такой оставаться взрослой оставаться женщиной если молодой человек уйдет то вы себя сразу почувствуете ребенком а вам этого не хочется вы этого боитесь ну как 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 правило как правило вот тут есть страхи ну лежат определенные страхи скажем так вот и тоже значимость значимость мужчины да увеличивается вот к сожалению а работает это так что чем больше человеку который не испытывает ну каких-то вот позитивных чувств да чем больше мы чем больше мы демонстрируем человеку наши чувства при том что он этого не чувствует к нам ну вот тем как побольше мы в общем-то становимся для него не ценно потому что понимаете что как бы ну мы никуда не денемся вот вот что это ситуация вне всякого сомнения неприятная и приступает свои корректировки вот конечно исключительно при условии если вы вот хотите этим заниматься в этом направлении двигаться скажем так да вот сейчас я пока не очень просто понимаю насколько вы грубо говоря серьезные настроения да то есть ну отдаете ли вы себе отчет в том что например вы зависимы отдаете вы отчет в том что вы ну вот как-то не уверены в себе вот отдаете ли вы себе отчет в том что вам нужна помощь отдаете ли вы себе отчет в том что нужно как-то вот обман в данном случае сепарироваться да вот то есть как-то как-то вот все это не совсем не совсем понятно в данном случае и если это будет более понятно если это будет более прояснено в общении с вами то можно будет помочь вам вот но структур структурная проблема заключается в том что вы пытаетесь опереться на молодого человека а не на себя вот это то что я бы назвал именно вот такой структурной проблемой то есть проблема которая снова и снова повторяется снова и снова снова и снова вот и я не пытаюсь вас обвинять в том что это происходит скорее всего вы копируете некую модель поведения своей мамы в данном случае у кто-то тоже нужно исследовать это стран чтобы мама на модель не влиял на вас и на то как вы ведете как вы себя позиционируете с мужчиной вот что он вас уже спрашивает это будет ли мама там вот рада видеть как бы вот хотя мама она в общем-то никак не должна участвовать в вашей жизни вот потому что это ваша жизнь а если так вот вышло что вы живете условно говоря в ее квартире да и сорвать как-то вот правила устанавливать она например то это повод как раз задуматься о том что пора бы уже жить самостоятельно вот это вполне естественно и нормально в данном случае вот но повторюсь это только при условии если вы вот как-то вот согласны со всеми этими аспектами которые я озвучил да и как-то готовы в этом направлении не работают в первую очередь в такой парадигме мы рассматриваем уже ваши отношения с мамой как основополагающую ну как основополагающую в своей проблематике то есть то что генерирует проблем в данном случае вот на этом в принципе я думаю что можно закончить мой ответ я хочу пожелать вам всего самого доброго хочу пожелать вам удачи смелости вот что-то менять в своей жизни благотважно вот всего самого доброго надеюсь на обратную связь она вам позволит сформировать базовые постелаты для психотерапии первые начием с Продолжение следует...